Слава Господи, слава Тебе! Хвала Тебе! Дивные и страшные дела совершаются. Ты находишь людей, которые ничего не знали, потерянные, но Ты, Господи, устроил жизнь человека сам. И человек должен это принять, ибо это Твоя рука ведет человека. Слава Тебе! Слава Тебе! Благодарю Тебя за милости, явленные в этот день, за эти встречи. Хвала Тебе! Прости, Владыка, и помилуй, и благослови наследие Твое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови! Итак, приступаем к чтению Евангелия от Луки. Глава 16. Глава 16. read of the seal of paradise. Господи, простите, постыжуйся. Глава 14. Знаю, что сделать, чтобы приняли меня в добы свои, когда отставлен буду от управления домом. И призвав должников господина своего, каждого по рознь, сказал первому, сколько ты должен господину моему. Он сказал, 100 мер масла. И сказал ему, возьми твою расписку и садись, скорее напиши, 50. Потом другому сказал, а ты сколько должен? Он отвечал, сто мер пшеницы, и сказал ему, возьми твою расписку и напиши восемьдесят. И похвалил господину правителя неверного, что догадливо поступил, ибо сыны века сего догадливый сынов света в своем роде. И я говорю вам, приобретайте себе, друзья, богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное? И если в чужом не были верны, кто даст вам ваше? Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и мамоне. Слышали это и фарисеи, которые были сребролюбивы, и они смеялись над Иисусом. Он сказал им, вы выказываете себя праведниками перед людьми, но Бог знает сердца ваши, ибо что высоко у людей, то мерзость перед Богом. Законы пророки, да и Анна, сего времени царствие Божие благовествуется, и великий усилием входит в него всякий. Но скорее небо и земля приедут, нежели одна черта из закона пропадет. Всякий, разводящийся с женой своей и женящийся на другой, прелюбодействует. И всякий, женящийся на разведенной с мужем, прелюбодействует. Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и весь сон, и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях, и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы, приходя, лизались в струпья его. Умер нищий, и отнесен был ангелами Налона Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его, и, возопив, сказал отче Аврааме, «Умилосердись надо мной, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде, и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени всем». Но Авраам сказал, «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе в жизни твоей, а Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того, между нами и вами утверждена великая пропасть. Так что, хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Тогда сказал он, «Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня пять братьев, пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему, «У них есть, Моисея, пророки, пусть слушают их». Он же сказал, «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются». Тогда Авраам сказал ему, «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверят». «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресной, и во веки веков, аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи благослови». «Великие дивные дела Ты совершаешь, Господи. Научи нас слушать Слово Твое. Аллилуйя! Боже, будь милостив ко мне грешному, создавший меня Господь, помилуй меня. Бесчисла я согрешил, Господи. Прости меня грешного и помилуй. Аллилуйя! Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи благослови. Хвала Тебе, Господи, честь и поклонение, слава и благодарение. Аллилуйя! Евангелие от Луки, 17 глава. Сказал также Иисус ученикам, невозможно ни прийти соблазном, но горе тому, через кого они приходят. Лучше было бы ему, если бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили его в море, нежели чтобы он соблазнил одного из малых сих. Наблюдайте за собою. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему. Если покается, прости ему. Если семь раз в день согрешит против тебя и скажет семь раз обратиться, и скажет, каюсь, прости ему. И сказали апостолы Господу, умножь в нас веру. Господь сказал, если бы вы имели веру зерно горчичное и сказали смоковнице сей сторнись и пересадись в море, то она послушалась бы вас. Кто из вас, имея раба пашущего или пасущего по возвращении его с поля, скажет ему, пойди скорее, садись за стол? Напротив, не скажет ли ему, приготовь мне поужинать и подпоясавшись, служи мне, пока буду есть и пить. И потом ешь и пей сам. Станет ли он благодарить раба сего за то, что он исполнил приказание? Не думаю. Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите, мы, рабы, ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать. Идя в Иерусалим, он проходил между Самарией и Галилеей. И когда входил он в одно селение, встретили его десять человек прокаженных, которые остановились вдали. И громким голосом говорили, Иисус, наставник, помилуй нас. Увидев их, Иисус сказал им, Пойдите, покажитесь священникам. И когда они шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился громким голосом, прославляя Бога. И пал низ к ногам его, благодаря его. Это был Самарянин. Тогда Иисус сказал, Не десять ли очистились? Где же девять? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего и на племенника? И сказал ему, встань, иди, вера твоя спасла тебя. Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие, отвечал им, Не придет Царствие Божие приметным образом. И не скажут, Вот оно здесь, или вот там, ибо вот Царствие Божие внутри вас есть. Сказал также ученикам, Придут дни, когда пожелаете видеть, хотя один из дней Сына Человеческого, и не увидите. И скажут вам, Вот здесь, или вот там, Не ходите и не гоняйтесь, ибо как молния, сверкнувшая от одного края неба, блистает до другого края неба, так будет Сын Человеческий в день свой. Но прежде надлежит ему много пострадать и быть отвержен уродом с ним. И как было в одни Ноя, так будет и в одни Сына Человеческого, ели, пили, женились, выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп, и погубил всех, так же, как было и в одни Лота. Ели, пили, покупали, продавали, садили, строили. Но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный, и истребил всех. Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится. В тот день, кто будет на кровле, овечь его в доме, тот не сходи взять их. И кто будет на поле, так же не обращайся назад. Вспоминайте жену Лотову. Кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее. А кто погубит ее, тот оживит ее. Сказу и вам, в ту ночь будут двое на одной постели. Один возьмется, а другой оставится. Две будут молоть вместе, одна возьмется, другая оставится. Двое будут на поле, один возьмется, а другой оставится. На это сказали ему, где, Господи? Он же сказал им, где труп, там соберутся и орлы. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Боже, будь милостью ко мне грешным. Создавший меня, Господи, помилуй меня. Бесчиславец и грешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, благослови. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Добрый день. Добрый день. У вас какие вопросы есть? Хотите что-то сказать? Да нет, ну, вы христианский человек, я понимаю. Я просто атеист, и для меня это немножко чуждо, поэтому я так очень... Это я считал 17-ю главу Евангелия от Луки по порядку. Некоторые даже и в руках не держали эту книгу, поэтому надо сказать, это самая главная книга в мире, по которой Бог будет судить людей. Так сказано. Вот новое поколение, молодежь, они вообще ничего не знают. Что бы ни сказал, для них какое-то такое... Бегают что-то, здоровые парни уже прыгают, приходят, раздеты. Это ужасно, что тут делается. Открыто блуд творят, показывают свой орган, анонизмом занимаются, и здоровые дядьки, и все голые. Мы пришли сюда, чтобы людям сказать, что так жить нельзя. Бог взыщет за это. Надо жить свято, чисто, для Бога. Я, знаете, не хочу спорить с этим, ничего, я адекватный человек, образованный, но я как атеист, скажу так, мне не нужна вера, чтобы быть адекватным, добрым и социально открытым человеком. Вот так. Ну, это говорили Иоанну Златоусту в четвертом веке. Вот у вас есть верующие, он говорит, ему говорят, ушел, говорить-то и некому. Ну, что сказать, каждому свое. Помилуй нас, Господи, помилуй нас. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Великие дивные дела Твои, Господи, мы прославляем Твое могущество. Хвала Тебе, милосердный Создатель. Аллилуйя. Прости нас, Господи, и помилуй. На Тебя уповаем. Мы пришли возвестить евангельскую весть людям, которые ничего не знают о спасении души. Радостную весть принести людям, что за наши грехи умер Спаситель мира, Иисус Христос. И веруя в Него, мы имеем жизнь вечную. А неверующие не увидят жизни, но гнев Божий пребывает на нем. А это означает, после смерти грешники, безбожники будут брошены в озеро, кипящие огнем и серою. И эта смерть вторая. И не будет конца этим мучением. Видите, как раздел сатана людей. Совсем не понимает ничего. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, хвала Тебе, наш Господь. Великие дивные дела Твои, Господи, показывают. Слава Иисусу Христу, слава, во веки слава. Благослови, Господи, детей сих, да знают они вечности, для чего они родились, чтобы задумались о смерти, чтобы жили свято, приняли Христа своим спасителем. Помилуй, Господи, запечатляй их Твоей благодатью, помазанием Духа Святого, чтобы искали небесного, а не земного, ибо все внезапно кончается. Погибают и молодые, и дети, и с чем они предстанут на суд Божий. Во время Елисея дети смеялись над ним, уходи, уходи, Плешивый, но он проклял их, и выше две медведицы, и сорок два ребенка растерзали насмерть. Так что смех обратится в плащ и в рыдания горькие. Нужно быть серьезным в своей жизни. Речь идет о спасении души, как жить по Евангелии, жить свято и чисто, не огорчать родителей и учителей, быть благодарным Богу, хранить святость, целомудрие, умудри Господи, помилуй и спаси наследие Твое. К Тебе прибегаем, на помощь Твою, Господи, надеемся. Аллилуйя. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, хвала Тебя, наш Господь, великие дивные дела Ты творишь. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш, насущный, подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавок, ибо Твое есть царство, сила и слава вовеки. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наши, святые посети исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови, Аллилуйя, слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, дивные дела Твои, Господи, честь и поклонение Тебе, слава и благодарение, вечный Господь Бог. Ты призываешь человека во свет, жить в святости, в благодарении, дабы после смерти не оказаться в мучении с дьяволом. Ты наш искупитель, Христос, ты омыл нас кровью Своей причистою, ты взял наши грехи на Себя. Господи, прости нас и помилуй, и благослови. Аллилуйя, слава Христу Богу нашему. Евангелие от Луки, глава 18, сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать. Говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила, защити меня от соперника моего. Но он долгое время не хотел. А после сказал сам себе, хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но, как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне. И сказал Господь, слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Защити от врагов и поносителей, Господи. Сказу и вам, что подаст им защиту вскоре. Но сын человеческий, придя, найдет ли веру на земле? Сказал также к некоторым, которые уверены были в себе, что они праведны, и уничижали других. Следующую притчу. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так. Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил, Боже, будь милости ко мне грешному. Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится. Приносили к Иисусу и младенцев, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же, видя то, возбраняли им. Но Иисус, подозвав их, сказал, пустите детей приходить ко мне, и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него. И спросил его некто из начальствующих, учитель благий, а что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? И Иисус сказал ему, что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди, не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, посчитай отца твоего и матерь твою. Он же сказал, все это я сохранил от юности моей. Услышав это, Иисус сказал ему, еще одного не достает тебе. Все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, следуй за Мною. Он же, услышав сия, опечалился, потому что был очень богат. Иисус, видя, что он опечалился, сказал, как трудно имеющим богатство войти в царствие Божие. Ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в царствие Божие. Слышавшие сия сказали, кто же может спастись? Но он сказал, невозможно человеком, возможно Богу. Петр же сказал, вот мы оставили все и последовали за тобою. Он сказал им, истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом или родителей, или братьев, или сестер, или жену, или детей для царствия Божия, и не получил бы гораздо более в сие время и век будущей жизни вечной. Отозвав же двенадцать учеников своих, сказал им, вот мы восходим в Иерусалим и совершится все написанное через пророков о Сыне Человеческом. Ибо предадут его язычникам и поругаются над ним, и оскорбят его, и оплюют его, и будут бить, и убьют его, и в третий день воскреснет. Но они ничего из этого не поняли. Слова сии были для них сокровенны, и они не разумели сказанного. Когда он подходил к Иерихону, один слепой сидел у дороги, прося милостыни, и услышав, что мимо него проходит народ, спросил, что это такое? Ему сказали, что Иисус на заре идет. Тогда он закричал, Иисус, сын Давидов, помилуй меня. Шедшие впереди заставляли его молчать. Но он еще громче кричал, сын Давидов, помилуй меня. Иисус, остановившись, велел принести его к себе. И когда тот подошел к нему, спросил его, чего ты хочешь от меня? Он сказал, Господи, чтобы мне прозреть. Иисус сказал ему, прозри, вера твоя спасла тебя. И он тотчас прозрел и пошел за ним, славя Бога. И весь народ, видя это, воздал хвалу Богу. Аллилуйя. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Боже, будь милостив ко мне грешному, создавший меня Господь, помилуй меня. Бесчиславе согрешил Господи, прости меня грешного и помилуй. Хвала тебе, наш Господь, дивные дела твои, милосердный Создатель. Мы благодарим тебя и за сей день. Столь многое ты открыл нам, ты показал нам добрых людей и устроил встречи и позволил засвидетельствовать им о любви твоей. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Аллилуйя. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Хвала тебе, счастье, поклонение, слава и благодарение. Ибо нет иного Бога, как ты. Аллилуйя. Научи нас, Господи, всегда и во всем доверяться тебе и за все благодарить, как Слово Божие говорит. «Вымыслы человеческие ненавижу, а закон твой люблю», сказал Давид. «Слово твое светильник ноге моей и свет стезе моей. Аллилуйя. Дивны дела твои, Господи, им нет числа. В твоей книге записаны наши дни, когда ни одного дня еще не было. И очи твои видели зародыш мой. Аллилуйя.